Я рад, что вы снова с нами. Сегодня мы начинаем новую серию проповедей, созданные для понедельников. На этой неделе эту тему будет разбирать один из наших пасторов, доктор Джон Максвелл. Он всемирно известный эксперт по лидерству и автор бестселлеров. Каждый наш день должен оставлять след в вечности. Я так рад начать новую серию проповедей, созданные для понедельников. Давайте проведем опрос и узнаем, какой у вас любимый день недели. Мы упустим вторник, среду и четверг. Четверг — это золотая середина. Вы меня понимаете, да? Чей же любимый день — суббота? Ну, а теперь давайте воскресенье. Так, а с понедельником у нас что? Три человека. Четыре. Так, а как насчет пятницы? Слава Богу за пятницу. Очевидно, что понедельник — не наш любимый день. А в этой серии мы поговорим о том, что понедельник — это важный день, потому что мы возвращаемся к учебе и к работе. Если мы поймем, для чего созданы понедельники, и как мы можем быть с солью и светом в этот день, то это будет просто невероятно. Часто люди в церкви думают, что воскресенье — это день духовный, а понедельник — мирской. В воскресенье мы приходим в церковь, а в понедельник возвращаемся к земной жизни. Но это не совсем так. Начнем мы с отрывка в послании к римлянам. 12 глава, 1 стих. Тут представлена суть того, о чем мы будем говорить с вами сегодня. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали с Божьей помощью. Возьмите вашу обычную повседневную жизнь, ваш сон, питание, хождение на работу и другие аспекты жизни, и положите ее перед Богом как жертву, понимая, что то, что Бог делает для вас, — это лучшее, что вы можете сделать для Него. У кого из вас есть такая обычная жизнь? Кто из вас вообще ест и спит? Есть ли у вас обычная жизнь? Может быть, у кого-то вообще нет обычной жизни? Павел говорит здесь, возьмите все, что вы делаете, возьмите ваши понедельники. Есть здесь такие? Здорово, помашите мне. Это можно даже перефразировать. Как возьмите ваши понедельники и поставьте их перед Богом как приношение? Иными словами, понедельники могут стать очень духовным периодом в вашей жизни, если вам получится поставить в центр Бога. Принесите все это Ему в жертву и скажите, «Господь, это твой день, я служу тебе. Я знаю, что сегодня я буду очень занят, но ты мой главный приоритет. Ты для меня главнее всего. Я уже давно являюсь христианином и пастором, но много лет у меня было неправильное понимание служения. Я рассказывал вам о них, потому что, возможно, вы тоже так думаете. Например, раньше я думал, что служение в церкви значительно важнее, чем служение за стенами церкви. Вообще-то, я даже не был уверен в том, что то, что за стенами церкви, можно назвать служением. Я думал, что служение только в церкви, потому что мы поклонялись, читали Писание, общались с другими верующими. Я думал, что это по-настоящему духовно. Многие христиане думают так же. Здесь все духовно, за стенами церкви все становится мирским. А я считаю, что не стоит отделять духовное от мирского, если вы принесете Богу свою работу или свои занятия. Если вы еще учитесь и скажете, «Я служу тебе прямо здесь», то это очень духовно. Я же считал, что служение есть только в стенах церкви. Когда люди приходили в нашу церковь, мы определяли их духовные дары, а потом давали им какое-то служение в церкви. Когда мы вносили в бюллетень имя нового члена церкви, мы тут же писали, каким будет его служение. Было почти так. Нет служения, нет и членства в церкви. Потому что мы хотели, чтобы люди были активными. Мы были сконцентрированы на том, что внутри церкви. Но я хочу, чтобы за этот месяц вы поняли, что настоящее служение находится снаружи. Все начинается в понедельник, а не в воскресенье. Игра начинается не в воскресенье, а в понедельник. В воскресенье — это время в раздевалке. Здесь мы собираемся и разрабатываем план игры на понедельник. Поэтому давайте расставим все по местам. В воскресенье — это время в раздевалке, а игра начнется только в понедельник. При нормальном раскладе никто не говорит. Я больше всего люблю время в раздевалке. Надеюсь, в этом году я не пропущу ни одну встречу в раздевалке. Нет и снова нет. Если вы в команде, то вы мечтаете выйти на поле. Вы хотите играть. Ни один футболист никогда не говорил, «Я так расстроен, что не побывал в раздевалке». Как я мог такое пропустить? В раздевалке мы собираемся вместе, общаемся и разрабатываем план игры. Долгое время я считал, что служение в церкви важнее, чем служение за ее пределами. А воскресенье важнее всех остальных дней недели. Но вы должны понять, что я смотрел на это как пастор. Пастор всю неделю готовится к воскресенью. Для нас понедельник — это день, чтобы прийти в себя. Именно так. Для многих пасторов понедельник — это выходной, и мы в понедельник либо отдыхаем, либо увольняемся, если воскресенье прошло плохо. Но когда я перестал быть пастором и занялся служением за пределами церкви, я начал смотреть на все это совсем иначе. Раньше я думал, что то, что внутри церкви важнее, чем то, что снаружи, а воскресенье важнее понедельника, но это вовсе не так. Я хочу, чтобы вы это поняли. Бог помещает вас на работу или в учебное заведение, чтобы с понедельника по субботу ваш свет сиял там. На самом деле, грандиозные вещи в вашей работе, учебе или служении происходят именно на неделе. В воскресенье мы собираемся вместе, составляем план игры, готовимся и обнимаемся, а в понедельник мы вступаем в игру. Еще одной моей ошибкой было то, что я разделял духовное и мирское, и делил их на категории. Какие-то вещи я считал духовными, а какие-то мирскими. И опять же, это неправильно. Это видно из данного стиха. Там сказано «возьмите свою повседневную жизнь». А потом он уточняет. Ваш сон, питание, хождение на работу. Именно по понедельник. И принесите все это Богу, как приношение. Как я уже говорил, я считал, что какие-то вещи духовные, а какие-то мирские. Я все делил на эти две категории. Но вы должны понять, что духовным или мирским является не то, что человек делает, а то, почему он это делает. Между что и почему — огромная разница. Только подумайте. Вы можете сказать примерно так, Джон, «Ты сейчас такой духовный, ты учишь Слово, а это значит, что ты прекрасный, Божий и очень духовный человек». А я смотрю на вас и отвечаю, «А ты чуть хуже, потому что ты не учишь, а просто слушаешь». Кстати, меня всегда забавляло, когда люди называют собрание служением. «Я иду на служение». А где здесь служение? Мы просто сидим и принимаем пищу. Но корми меня, пастор. Корми меня. Корми меня еще. Иногда нам не нужно больше пищи. Мы отчаянно нуждаемся в обычной активности, как физической, так и духовной. Если мы начнем понимать, в чем цель церкви, это прекрасное место, где вы можете получить питание и оснащение, но если мы начинаем думать, «Это человек более духовный, потому что он пастор, а я всего лишь прихожанин». Когда мы начинаем думать так, мы упускаем, что такое настоящее служение. «Кстати, работа и поклонение идут вместе». Одна из причин, почему мы должны прекрасно выполнять нашу работу, это то, что это наше поклонение Богу. Я начал понимать это после 25 лет пасторской работы. Мои книги стали влиять на деловой мир. Я почувствовал, что Бог призывает меня оставить пасторство и стать солью и светом среди бизнесменов. Но когда я пошел на эти перемены, несколько лет я получал упреки от христиан, которые говорили, «Джон, что ты делаешь?» Ты оставил служение. Минучку. Я не оставил служение, а занялся им наконец-то. Я отправился к неверующим. Вот так новая идея найти неверующих. Если мы не будем осторожны, то еще вдруг выполним великое поручение. Вы только подумайте. Многие из нас здесь последователи Христа. А все действия и все возможности находятся снаружи. Когда я оставил пасторство и занялся работой, я понял, что какие-то вещи люди считают духовными, а какие-то мирскими. Вот в чем ключ. Чем бы вы ни занимались в понедельник? На работе или на учебе? Чем бы вы ни занимались в понедельник? Принесите этот день Господу. Вы можете взять свои понедельники и сказать, «Господь, завтра я возвращаюсь на работу. Я хочу отдать тебе свой понедельник и все, что будет происходить в этот день. Ты знаешь все об этом дне. Господь, я хочу помогать людям, поддерживать их, быть солью, светом для них». Так вы буквально делаете приношения из своего понедельника. Когда я принял Христа, мне было 17 лет. Я прекрасно помню, как на следующий день я пошел в школу, и я знал, что мне нужно как-то заявить об этом. Я просто знал и все, но не знал, что именно сделать. Если честно, мне было немного боязно, но я хотел как-то сообщить людям, что я стал последователем Христа. Дома я нашел карман на Новый Завет и решил положить его в карман. Я никому не буду ничего говорить, но пойду в школу с Новым Заветом в кармане. Я только зашел в класс, как Джек Мартин сразу же спросил, «Джон, а что это у тебя в кармане?» Я был удивлен, но достал Новый Завет и сказал, «Я стал христианином». Джек ответил, «Хорошо, хорошо, но ты же станешь странным после этого». Надеюсь, что нет. По крайней мере, не планирую. Но вот что я понял. Уже в 17 лет, когда после церкви я вернулся на свое рабочее место, в моем случае это школа, я должен был как-то светить там. Я понимал, что мне нужно нести благую весть, потому что многие люди оттуда никогда не попадут сюда. Послушайте, если мы будем ждать, пока люди из нашей повседневной жизни придут сюда и будут сидеть в нашей церкви, слушать нашу музыку и познакомиться с нашими людьми, то многие люди так никогда и не найдут Бога. Они не придут сюда. Они никогда не попадут сюда. и мы можем им помочь, если будем хорошими не только в воскресенье, но и будем хорошо проявлять себя с понедельника по пятницу. О чем Иисус? Молился в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он говорил, «Отец, сохрани их в мире». Почему он так сказал? Если бы он забрал нас из мира, то там не было бы ни соль, ни света. Но он сказал, «Храни их от зла, но сохрани их в этом мире». А что он сказал в пятой главе Евангелия от Матфея? Давайте я расскажу вам о вашем предназначении. Вы должны быть и солью, и светом. Пусть ваш свет светит. Вы должны быть такими, как город на горе. Я хочу, чтобы ваш свет был таким ярким, чтобы люди видели его отовсюду. А где видно свет? Во тьме свет прогоняет тьму. Кого он выбрал в качестве своих учеников? Он выбрал обычных мерзких людей. Он не пошел в школу раввинов и не сказал, «У нас скоро начнется новое движение, и мне нужны духовно подкованные студенты». Нет, он пошел к озеру и выбрал ребят, чьим небольшим достижением была рыбалка. А вы понимаете, если перенести это в нашу культуру, то Иисус сел в машину, доехал до моста и увидел ребят с удочками. Он спросил, «А вы хотите стать моими учениками?» Затем он пошел к Матфею, который был сборщиком налогов и которого презирали евреи. он сказал, «Я собираю команду, которая изменит мир, и думаю, что мне понадобится человек из налогов. Когда я попаду на небо, то обязательно спрошу у Иисуса, почему он выбрал именно их». Они были самыми неподходящими кандидатами, но Иисус не обращался к людям высокого духовного чина, он не шел к пасторам, он не шел к теологам, он сказал, «Я выберу обычных людей и обычный день понедельника». И эти обычные люди будут менять обычные ситуации. Что же сделал Иисус? Он дал инструкции своим ученикам. Он инструктировал их в жизненных вопросах. Иными словами, он инструктировал их, пока они проходили через города и села. Он показывал им служение прямо в контексте повседневной жизни. Он был примером служения в таком контексте. Иисус делал все прямо там, где были люди. Он служил на рынке, на фабрике, на рабочем месте, в школе. Он никогда не уводил людей в сторону. Иисус удалялся от людей, чтобы молиться, но не оставался там. После времени, проведенного с отцом, Он сразу же возвращался в культуру. Он знал, что единственный способ привести людей в царство, это установить с ними связь, прикоснуться к ним, быть рядом. Если подумать, то Он не делал ничего удивительного. Запишите. Иисус как наша модель для понедельничного служения. И я дам вам сегодня 8 или 9 пунктов. Он ценил людей. Мы знаем это. Нужно лишь посмотреть на Евангелие, и вы увидите, как Иисус любил и заботился. об обычных людях. Бог так возлюбил этот мир, что послал Своего Сына. Почему Он это сделал? А потому что Он ценит людей. Кстати, Он умер за всех. Иисус ценит всех. Иисус никогда никому не говорил, «Я не буду с тобой разговаривать, я не ценю тебя». Но так делали? Религиозные люди, обходили определенные места, потому что не хотели говорить с определенными людьми. Но Иисус никогда так не поступал. Иисус любил всех, Иисус любил каждого. белые, черные, а желтые все цены в его глазах. Он любил всех. Вопрос, а вы хотите быть таким, как Иисус? Ну, ладно. Давайте попробуем еще раз. Давайте обойдем это место и зайдем с другой стороны. Очевидно, я не дал вам времени подготовиться к ответу. Ладно. Это очевидно. Я накинулся на вас без предупреждения. Прошу прощения, но давайте попробуем еще раз. Хотите ли вы быть такими, как Иисус? Да, у вас классно получается, когда вы подготовлены. Конечно же вы хотите быть такими, как Иисус. Если вы хотите быть такими, как Иисус, то вы должны ценить всех людей. Меня поражают церковные люди, которые обесценивают других. И если вы действительно хотите быть такими, как Иисус, очень хотите, если вы действительно хотите быть такими, как Иисус, вы должны безусловно любить всех людей, и на этом точка. Правда? Джон, я люблю большую часть людей. Иисус умер за всех. Все начинается с этого. Второй важный факт об Иисусе, он инициировал общение с людьми. Бог так полюбил этот мир, что послал своего сына. Рождество. Иисус пришел воплоти грешным людям. Он принял смиренный облик. Бог первым контактирует с потерянными людьми. Так было с Адамом и Евой, когда они прятались от него в саду. Он ценит людей, первым идет с ними на контакт, и в-третьих, он ему ценности. Вот почему люди любили его. Вот почему когда он проходил через города, села и даже горную местность, за ним шли тысячи людей. Почему тысячи стекались к нему? Потому что он по-настоящему любил их, и они знали об этом. И куда бы он ни шел, он добавлял ценности людям. Когда приходили маленькие дети, он сожжал их на колени, обнимал и благословлял их. А взрослые говорили, «Уберите детей». Нет, вы должны быть такими, как дети, чтобы войти в царство. Иисус ценил людей. И далее идет четвертый пункт. Он был сфокусирован на своей миссии. Его миссией было спасать погибающих. Для этого он и пришел на землю. А когда кто-то пытался отвлечь его от его миссии, чтобы он общался с религиозными людьми, он отвечал, «Вы должны понять, что я доктор». А доктор приходит к больным, «Поэтому я иду к больным, а не к здоровым». Я иду к потерянным, к раненым, оставленным, которых вы не цените. Он всегда был сфокусирован на своей миссии. Номер пять. Иисус сделал свою миссию понятной для нас с вами. Он сказал, «Миссия есть не только у меня, но и у вас». Какая у нас миссия? Быть солью и светом. Номер шесть. Он делает все, что в его власти, чтобы спасти нас. Он делает все, чтобы каждый человек пришел ко Христу. Он даже рассказал историю о пустухе, у которого девяносто девять овец были в целости и сохранности, и он оставил их и пошел искать одну потерявшуюся. Почему? Потому что он ценит всех. Библия говорит, что он искал ее, пока не нашел. Он не искал ее час, а потом сказал, «Ну ладно, я пытался, но не получилось». Нет, он искал ее, пока не нашел. Он делает все, чтобы спасти вас. Номер семь. Он молился за нас. В 17 главе Иоанна сказано, что он молился за нас. «Как ты дал мне миссию в этом мире», а его миссия это спасать людей. Что же он говорит? «Как ты дал мне миссию в этом мире», а я даю им миссию в этом мире. Молюсь не только за них. Иными словами, я молюсь за вас по понедельникам, когда вы идете исполнять эту миссию. Молюсь не только за вас, но и за тех, кто поверит в меня. на работу, Иисус молится за вас. И он молится не только за вас, но и за всех людей, на которых вы будете влиять и с которыми будете контактировать. Когда я иду в мир, я так радуюсь, потому что я именно там, где хочет видеть меня Бог, и Он поддерживает меня. А когда я делюсь с кем-то своей верой, то внутри я говорю тому человеку, «У тебя нет шансов. Прямо сейчас за тебя молится Иисус. Мы с Ним сговорим. Он не только молился за нас, но и дал нам силу. Посмотрите, вы свидетели тому. Я посылаю вам обещанное. Вы же должны оставаться в городе, пока Он, Дух Святой, не придет, пока не обличетесь силою свыше. Иными словами, когда мы с вами делимся своей верой по понедельникам, Он оснащает нас. Послушайте, Некоторые из нас живут так, что нам не нужна Божья помощь, потому что мы не делаем ничего большого. Максимум некоторых людей это попросить Бога благословить их овсянку. «Господи, пусть овсянка не забрызгает меня». Это их самая большая молитва. Но Бог желает, чтобы вы пошли в мир, общались с людьми и делали такое, что вам хотелось бы кричать «Помоги!» Он хочет, чтобы мы попадали в такие ситуации, где Он будет поддерживать нас оснащать и укреплять. И как бы я хотел взять вас в одну из своих поездок. Пару недель назад я был в Лас-Вегасе и проводил собрание для одной компании. Потом я попросил разрешение провести так называемое собрание веры, куда могут прийти люди любых вероисповеданий, а я расскажу им о своей вере. Это не обязательно собрание, но они согласились на лидерские занятия приходили где-то 1300 человек. Я объявил об этом собрании и сказал, что оно пройдет после окончания конференции. Если вы готовы остаться еще на час, то я расскажу вам о своей вере. И осталось около 1000 человек. Теперь мы соль и свет. Вот это и есть понедельник. Я сказал этим людям, «Я знаю, что вы не ходите в церковь или не верите в Бога. Ничего страшного, просто придите и послушайте». Потому что своим успехом я обязан своей вере. Они пришли, и я рассказал им о своей вере. Затем я предложил им покаяться. Многие из них были из Восточной Европы. У меня есть даже фото. Много людей вышло вперед на молитву. Разве это не прекрасно и не замечательно? Я покажу вам их. Посмотрите, знаете, как это было весело? Около 350 человек вышли вперед, а затем ко мне побежал мужчина, он был из Украины, и сказал, «Спасибо, Бог, Бог исправил меня». Прекрасно сказано, «Бог исправил меня». Он сказал, «Я хочу поблагодарить вас, потому что до этого дня я думал, что я мусор в Божьих глазах, но Бог меня исправил». И вот я ему сказал, «Я был создан для этого, и вы тоже, вы созданы для понедельников». Так что закончу тем, с чего начал, вы созданы для понедельников. Вы были созданы для понедельников, как и сказал Джон Максвелл. Запомните, что не работа человека определяет, насколько он духовный, а почему он это делает. Работа и поклонение идут вместе, когда мы помещаем свою повседневную жизнь перед Богом, как приношение. Иисус не искал священников, чтобы они следовали за Ним. Он выбрал обычных людей. Каждый из нас ценен для Иисуса настолько, что Иисус готов оставить 99 овец, чтобы найти и спасти одну потерянную. Я приглашаю вас в церковь общения со Христом. Мы готовы поддержать вас в вашем духовном росте. Время и место наших собраний вы можете узнать на нашем сайте. Мы очень любим вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Увидимся в следующий раз. в следующий раз. Субтитры